Если идет кровь, то надо сперва ее остановить и только затем приступить к совершению малоомовения. Этот кусок кожи на лице мыть обязательно. Мытье густой бороды заменяет мытье кожи под ней. Если останется неомытым участок тела хотя бы размером с кончик иглы, омовение не будет действительным. Исламское право по ханафитскому масхабу. На ютуб канале ислам.ру Ас-саляму алейкум, дорогие братья и сестры. Мы начинаем очередной урок из цикла лекций по исламскому праву согласно ханафитскому масхабу. И сегодня мы приступаем к разъяснению решений, связанных уже непосредственно с самим малым омовением. К омовению мы прибегаем чаще, чем к купанию и таямаму. Поэтому очень важно и необходимо изучить те вопросы, которые связаны с этим видом ритуального очищения. Прежде всего упомянем то, что является обязательным в омовении, поскольку без соблюдения даже одного обязательного элемента омовение не будет действительным. Следует знать, что причина, по которой совершается омовение, это желание добиться дозволенности того, что нельзя совершать без омовения. Например, нельзя совершать без омовения намаз. Если кто-то, зная об этом запрете, умышленно совершит намаз без омовения, то он ставит в отугрозу свою веру, то есть рискует стать неверующим. В этом случае причина совершения омовения – это желание добиться дозволенности совершения намаза. До совершения омовения нужно знать и соблюдать некоторые условия. В первую очередь это шуруту-ль-вуджуб – условия обязательности. То есть нужно знать те условия, при наличии которых омовение возлагается на человека как обязанность. Первым из этих условий является аль-аql – наличие разума. То есть омовение может быть обязательным только тому, кто является умственно полноценным человеком. Второе условие – аль-ислам – принадлежность к исламу. Поскольку если человек не является мусульманином, то в отношении него сложно говорить о соблюдении каких-то положений нашей религии. Третье условие – аль-буллух – совершеннолетие. Совершеннолетие наступает с половым созреванием. Минимально допустимый возраст полового созревания для мальчиков – 12 лет, а для девочек – 9 лет. Раньше этого возраста половая зрелость не может наступить ни в коем случае. Если половое созревание так и не наступило, то и юноша, и девушка, когда им исполнится 15 лет по лунному календарю, становятся совершеннолетними. С того момента, когда наступило совершеннолетие, на человека возлагаются все его обязанности, как, например, совершение намаза, соблюдение поста, выплата закята со своего имущества и так далее. А также с этого момента он несет полную ответственность за свои слова и действия. То есть это уже взрослый человек. Хотя ребенок не обязан совершать омовение, но его нужно приучать к совершению намаза и омовения, начиная с 6 лет. Не следует допускать, чтобы он относился к этому халатно, поскольку такое отношение к своим религиозным обязанностям в последующем может стать нехорошей привычкой. Следует отметить, что не только омовение, но и почти все положения нашей религии возлагаются на человека при наличии вышеупомянутых трех условий, а именно «Аль-Аклю», «Аль-Ислам», «Аль-Булух» – умственная полноценность, принадлежность к исламу и совершеннолетие. Далее следующее, то есть четвертое условие – это возможность использовать воду в достаточном для омовения количестве. Из этого следует, что если вода есть, но нет возможности ее достать. Как, например, нет веревки, чтобы набрать воду из колодца. Из этого следует, что если вода есть, но нет возможности ее достать. Как, например, нет веревки, чтобы набрать воду из колодца. Либо вода имеется в наличии, но она нужна, например, для питья. Или же имеющейся воды не хватает для омовения. Во всех перечисленных случаях омовение не является обязательным. Тот, кто оказался в какой-либо из этих ситуаций, должен перейти к совершению таямума. Вода считается достаточной для омовения в том случае, если ее хватает для мытья каждого органа по одному разу. Располагая таким количеством воды, нельзя переходить к совершению таямума. Таямум в такой ситуации будет недействительным. Пятое условие – это нарушенное омовение. Тому, у кого омовение не нарушено, оно не обязательно. Шестое и седьмое условия – это полное прекращение менструальных и послеродовых выделений. При их наличии не возлагается совершение намаза, а следовательно и омовение, которые являются условием действительности намаза. Восьмое условие – нехватка, дефицит времени. Относится к тому случаю, когда время намаза на исходе. Например, когда наступило время обеденного намаза, то хотя совершение намаза и омовения и становится обязательным, но есть возможность их откладывания. Здесь имеется в виду тот случай, когда омовение нарушено. А когда время обеденного намаза уже на исходе и скоро наступит время предвечернего намаза, то откладывать возможности уже нет и является обязательным немедленно приступить к совершению омовения и намаза. Все эти перечисленные условия требуются для того, чтобы на человека возлагалось совершение малого омовения. Теперь перейдем к разъяснению условий, без соблюдения которых омовение недействительно. Шуроту с сиха. Их всего три. И первое из них – это доведение воды до всех омываемых частей тела. Если останется неомытым участок тела хотя бы размером с кончик иглы, омовение не будет действительным. Если обнаружили такое, то надо просто домыть его. И не обязательно совершать малое омовение заново. Если за этот промежуток времени не было нарушено малое омовение. Второе условие – добиться прекращения того, что нарушает малое омовение. К примеру, если идет кровь, то надо сперва ее остановить и только затем приступить к совершению малого омовения. Иначе в совершении омовения не будет смысла. И наконец, третье условие – отсутствие на омываемых и протираемых органах преграды изолятора. Вещество с такой структурой, которое не пропускает воду, является преградой. И его надо удалить для того, чтобы омовение было действительным. Как, например, воск, жир, тесто, лак на ногтях и так далее. Если же структура вещества такая, что пропускает воду, то оно не является преградой. И его удаление не обязательно. Как, например, растительное масло, обычная грязь под ногтями, хна и так далее. Все, что мы рассказывали до сих пор, необходимо знать и соблюдать еще до того, как приступить к совершению малого омовения. Теперь мы приступим к разъяснению решений, связанных с рухнами, то есть обязательными составными частями малого омовения. Это обязательные действия, из которых состоит малое омовение. Основой этому является следующий аят Кур'ана из суры Майда. Всевышний, обращаясь к верующим, говорит, что когда вы захотите совершить намаз, но у вас не будет омовения, то вы помойте ваши лица, руки до локтей, протерите ваши головы и помойте ноги до щекоток. В этом аяте упоминается мытье трех органов лица, рук, включая локти, ног, включая щекотки, и протирание одного органа, головы. Таким образом, мытье и протирание упомянутых четырех органов является обязательным в малом омовении. Первый из них – это мытье лица один раз. Границы лица по длине от начала поверхности лба до низа подбородка, а по ширине – от мочки одного уха до мочки другого уха. Все, что находится внутри указанных границ, подлежит обязательному мытью. То, что находится за этими границами, мыть не обязательно, а желательно. Поэтому нельзя упускать из виду участок кожи между бакимбардами и ушами. Этот кусок кожи на лице мыть обязательно. Если на лице растет густая борода, то доводить воду до кожи под ней не обязательно. Густота бороды определяется следующим образом. Если человек, находящийся на таком расстоянии, на каком обычно находится при разговоре, не видит под бородой кожу лица, то это густая борода. Если с такого расстояния видно кожу лица через бороду, то это редкая борода. В этом случае доводить воду до кожи лица обязательно. Мытье густой бороды заменяет мытье кожи под ней. Следовательно, данное решение относится только к той части бороды, которая входит в границы лица. Таково положение всех волос, растущих на лице. Как говорит об этом имам Ибн Абидин Рахима Аллаху Тааля, усы, брови, волосы под нижней губой. У всех этих волос, как и у бороды, решение зависит от их густоты или же редкости. Что касается губов, то обязательно мыть ту их часть, которая относится к лицу. А ту часть губов, которая относится к ротовой полости, мыть не обязательно, а желательно. Та часть губов, которая остается снаружи, при их естественном смыкании, относится к лицу. А та часть, которая не видна при таком смыкании, она относится к ротовой полости. Что касается глазных яблок, то хотя они и находятся в пределах лица, но мыть их нельзя, поскольку это наносит вред здоровью человека. Однако следует тщательно протирать уголки глаз, чтобы в эти места попадала вода во время мытья. Также следует знать, что волосы, выходящие за границы лица, мыть не обязательно. Например, челка, свисающая на лоб, или та часть бороды, которая находится ниже низа подбородка и нижнего края челюстей. Вторая обязательная составная часть – это мытье обеих рук до локтей включительно. Участок руки от кончика пальцев до локтя включительно обязательно помыть один раз. Если пальцы сомкнулись и не пропускают воду, то обязательно доводить воду между ними, иначе рука будет считаться непомытой. Это может быть из-за того, что пальцы опухли или сформировались и выросли прижатыми друг к другу. Если ноготь удлинился настолько, что закрыл кожу на кончике пальца, то это становится преградой для воды. В этом случае нужно принять меры для доведения воды до этого участка кожи. Также следует обратить внимание на то, чтобы под ногтями не было преграды для воды. О том, что является преградой, мы уже говорили выше. Если на пальце имеется узкое и жмущее кольцо, которое не пропускает воду, то перед мытьем руки нужно это кольцо либо сдвинуть с места, либо снять его. Третья обязательная составная часть малого омывения – это масса протирания головы. Местом для протирания является волосяной покров головы выше границы ушей. Если протирать ниже этих границ, то протирание головы будет невыполненным. Обязательно протереть один раз влажной рукой одну четвертую часть головы. Основанием этому является то, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, совершая омывение, протер насъят, то есть чуб. А это как раз является одной четвертой частью от вышеупомянутых границ. Обязательно использовать для протирания головы минимум три пальца одной из рук. Протирание двумя или одним пальцем является недействительным. Однако, если протереть одним пальцем три разных участка головы, при этом используя каждый раз новую воду, или же используя три разные стороны одного пальца, то этого достаточно и протирание будет действительным. Протирать нужно те волосы, которые находятся в указанных границах. К примеру, волосы, длина которых доходит до границ ушей и ниже, завязали каким-то образом на голове. То протирание этих косичек не считается протиранием головы. Согласно определению фикха, протиранием считается перенесение мокроты с одного органа на другой. В данном случае с руки на голову. Следовательно, обязательно только прикладывание к голове мокрой рукой. Но из предосторожности следует все же провести рукой по голове. Если приложить мокрую руку к волосам, под которым находится лоб или же затылок, протирание не будет действительным. Если на одну четвертую часть головы налили воду, то это засчитывается как протирание, поскольку голова при этом намокает больше, чем от прикладывания мокрой руки. То есть больше, чем требовалось. Четвертое, последнее из обязательных составных частей малого омывения – мытье обеих ног до щеколоток. Обязательно помыть один раз участок ноги от кончиков пальцев до щеколоток включительно. Нужно соблюдать все те предосторожности, которые мы упомянули при разъяснении решений, связанных с мытьем руки. Таких, как сомкнутые пальцы, длинный ноготь и преграда для воды под ногтями. Если на ногах есть трещины и в них наложили мазь, то необязательно удалять эту мазь при мытье ног. Достаточно того, что вода протекает поверх этого лекарства в трещинах. Следует знать, что согласно определению ФИЛХа, мытьем считается протекание воды по органу и капание хотя бы двух капель. Без протекания и капания это будет считаться протиранием, а не мытьем. Если тот, у кого есть малое омывение, из-за стрижки или бритья открыл такие участки тела, которых не коснулась вода при совершении омывения, то есть во время его мытья или протирания, то мытье и протирание этих мест заново необязательно, хотя это является желателем. Например, стрижка усов и ногтей или бритье волос на голове. Приведем пример. Например, человек совершил омывение и во время его совершения протер волосы на голове, а после этого он побрил голову и таким образом удалил те волосы, на которые он совершал протирание. Ему в данном случае не является обязательным заново совершать протирание на голову, но это желательно. Все то, что мы разъясняли на этом уроке, имеет отношение только к обязательным элементам малого омывения. В выполнении только лишь обязательных действий омывение будет действительным. Но для полноценности омывения следует знать и соблюдать желательные вещи, о которых, иншаллах, речь пойдет на следующем уроке. Однако надо уметь отличать обязательное от желательного, чтобы в первую очередь уделять внимание обязательным вещам, от которых зависит действительность малого омывения. Бывает такое, что очень небрежно моют лицо, оставляя непомытым участок кожи между бакимардами и ушами, но при этом очень серьезно относятся к желательному полосканию ротовой полости. Или старательно соблюдают сумму трехкратного мытья руки, но при этом не снимают с руки жмущее узкое кольцо, которое не пропускает воду. Такое происходит в основном из-за незнания или же невнимательности и халатного отношения к своим религиозным обязанностям. Одна из уловок шайтана заключается в том, чтобы в глазах мусульманина его обязанности довести до состояния чего-то незначительного, неважного, а желательные и второстепенные вещи возвести на уровень первой важности. Бороться с этим, иншаллах, поможет изучение и соблюдение своей религии. Дорогие братья и сестры, на этом мы завершаем очередной урок из цикла наших лекций. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтем ваши пожелания. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.